Александр и Лариса Слеповы воспитывают пятерых детей. Самый маленький Александре меньше года. Семья живет в Гусь-Хрустальном и, несмотря на множество хлопот, старается жить активно. Слеповы участвуют в разных конкурсах. В этом году они завоевали третье место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». На детей очень много времени уходит, очень много времени, внимания. Дети у нас занимаются в различных секциях, кружках. Все, что она у меня хочет сделать, все разрешаю и во всем помогаю. Как вам хватает вообще сил на все? Главное, правильно распределить свое время. Ольга и Геннадий Власовы уже 51 год вместе. Живут в городе Меленке. Сейчас супруги на пенсии и помогают детям воспитывать внуков. Главный секрет многолетнего семейного счастья – взаимное уважение и любовь. А ведь когда-то познакомились случайно на танцевальном вечере в школе, а потом дружили еще 6 лет. Пришла девчонка с косичками, в кофточке, в юбочке такая. И вот запал. Один соперник, один справиться не мог. И он тогда пригласил там 5 или 6 парней. Вот они пришли меня проучить. Ну, я решил так. Думаю, я со всеми не справлюсь. Но одно я очищу как следует. И все будет нормально. Но они поняли, что я не убежал. И на этом все закончилось. Сегодня самые активные семьи области чествуют во Владимире. В этом году в пяти номинациях регионального этапа всероссийского конкурса поучаствовали более 40 человек. Среди них члены многодетных и приемных семей. Те, кто прожили вместе много лет. И кто только создал свою семью. Их всех объединяет неравнодушное отношение к окружающим людям и родному краю. Маленькие взрослые члены семьи участвуют в спортивных и творческих конкурсах. Ведут активную общественную работу. Все это и учитывала конкурсная комиссия. По итогам конкурса выделили 17 победителей. А семья Дубровиных из Юрьевпольского района в этом году представляла нашу область на всероссийском конкурсе. В номинации «Сельская семья» и стала лучшей. Диплом участников и победителей конкурса семьям лично вручил губернатор области Владимир Сипягин. К слову, и сам отец четверых детей. Он отметил, что поддержка семей, материнства и детства – приоритетное направление социальной политики региона. В областном бюджете 2019 года есть так называемый детский бюджет. Это расходы на образование, строительство дошкольных учреждений, школ на здравоохранение, отдых и оздоровление детей, на меры социальной поддержки, улучшение демографической ситуации и много-многое другое. Вот всего в детском бюджете на 2019 год предусмотрены 16 миллиардов рублей. Это огромная сумма, но и задачи у нас достаточно большие. Кроме того, губернатор напомнил, какие меры поддержки существуют для семей региона. А еще отметил, что под его особым контролем строительство и ввод в эксплуатацию образовательных учреждений области – ясли, детских садов и школ. Глава региона подчеркнул, что развитие дополнительного образования в области также будет продолжаться. Так, во Владимире планируют построить крытый универсальный спортивный комплекс, чтобы дети и подростки могли заниматься разными видами спорта. Этот проект губернатор уже обсуждал с вице-премьером в Москве. Мария Томахрова, Александр Машаров, 6 канал.